Привет! В этом видео мы разберём, как можно быстро и, главное, легко снять защиту с листа или со структуры книги Excel. Для примера я подготовил вот этот файл. Чтобы немного поупражняться в разблокировке и повторить действия из видео, этот файл можно, как всегда, скачать по ссылке в описании. Итак, предположим, что мы получили этот файл, и нужно, так сказать, заглянуть вовнутрь его рабочих процессов. Во-первых, ознакомимся с тем, как он, в принципе, на первый взгляд устроен. На первом рабочем листе у нас есть вот такая общая сводка по выручке по товарам, и в ней просто вписаны статичные значения без каких-либо формул. То есть, в принципе, в плане работы файла здесь ничего особо интересного нет. На втором же листе у нас имеется вот такая своеобразная сводка. При этом здесь к выбору доступна лишь ячейка C5. В ней мы можем из выпадающего списка выбрать определенный товар, и, как видим, в результате у нас выводятся показатели выручки по выбранному товару в перечисленных городах. Сразу видно, что это какая-то вручную построенная с помощью функции табличка. Мы из вот этого видео уже отлично знаем, что подобные отчеты следует строить с помощью сводных таблиц, но да ладно, сейчас нам интересно заглянуть в устройство этого файла, а для этого нужно снять защиту с данного рабочего листа, ведь, как мы и видим, каких-либо других ячеек здесь выбрать нельзя, а значит создатель этого файла включил защиту листа. В этом можно также легко убедиться следующим образом. Вот, захожу во вкладку «Рецензирование» и видим, данная кнопка подписана как «Снять защиту листа». Попробую на нее нажать, и у нас запрашивается пароль. Пароля мы не знаем, и получается, пока устройство этого файла для нас засекречено. Однако ненадолго. Сейчас, буквально за несколько секунд, мы снимем защиту с этого файла, даже не зная его пароля. Что ж, приступим. Для этого закрываем файл Excel и открываем папку, в которой он сохранен. Вот он. Теперь важный пункт. Если быть невнимательным и допустить ошибку в том, что мы сейчас будем делать, то можно испортить файл Excel так, что он больше вообще не откроется. Поэтому обязательно все показанные сегодня махинации следует производить на копии файла, чтобы если что-то пойдет не так, всегда в наличии был целый оригинальный файл. Поэтому выбираю наш файл, копирую его и вставляю здесь же. Окей. Копию мы создали. Вот она помечена словом копия. И теперь нам нужно перевести эту копию в формат zip-архива. Для этого нам потребуется отображение расширения файла. У некоторых, в зависимости от настройки проводника, расширение в названии файла выводится. А у некоторых, как, например, у меня, нет. Вот у нашего файла Excel отсутствует указание формата файла в названии. Поэтому, для тех, у кого приписка с указанием формата отображается, то есть имеется вот такая подпись xlsx, можете этот шаг просто перепрыгнуть. Для тех же, у кого отображение имени файла такое же, как у меня, без расширения, делаем следующее. В папке щелкаем по вкладке вид и ставим галочку напротив пункта расширения имен файлов. Все. Теперь эта приписка есть и у нас. Теперь, как и было сказано, нам нужно перевести созданную копию в zip-формат. Для этого вот так выделяем ее и входим в режим редактирования названия выбранного файла. Проще всего это сделать с помощью клавиши F2. Здесь теперь заменяем приписку xlsx на zip. Нажимаю на Enter и у нас выводится следующее окно, которое предупреждает, что нужно быть аккуратным при подобном действии. Мы это знаем, так что здесь просто нажимаем на Да и все. Копия файла, как видим, успешно переведена в формат архива. Над этим архивом мы теперь будем производить нужные действия. Для этого просто его открываем двойным щелчком и в моем случае программа WinRAR выводит вот в таком виде содержимое архива. Здесь теперь сперва открываем папку Excel и в ней нас для начала интересуют рабочие листы, поэтому следующей открываем папку Worksheets. В этой папке мы видим перечисление доступных файлей рабочих листов. Первый лист был не защищен и он нас не интересовал, а вот со второго листа мы как раз хотели снять защиту, поэтому именно в нем мы сейчас и будем производить изменения. Кроме того, можно заметить, что здесь присутствуют еще два листа. Третий и четвертый. Самое интересное заключается в том, что эти листы мы вовсе не видели в файле Excel, а это значит, что от нас эти листы были спрятаны. Это так, немного спойлер, и к этой теме мы еще вернемся. А для начала, как и собирались, снимем защиту со второго листа. Для этого я дважды по нему щелкаю, и Windows спрашивает меня, с помощью какой программы следует открыть этот файл. Я здесь советую выбрать WordPad, так как с помощью него будет удобнее всего производить нужные нам действия. Выбираю его и нажимаю на ОК. Отлично. В WordPad у нас вот так открывается содержимое XML файла второго листа. Чтобы теперь снять с него защиту, открываем окно поиска с помощью комбинации клавиш Ctrl-F и ищем слово Protect. Щелкаем по Найти далее, и вот было найдено место в документе, где встречается слово Protect. Именно эта часть нас и интересует. Здесь мы теперь сделаем следующее. Ставим курсор перед первой открытой угловой скобкой, перед словом Sheet Protection, вот здесь. И теперь нам нужно выделить весь последующий текст, вплоть до следующей угловой закрывающей скобки. Проще всего это проделать можно так. Сперва зажимаем клавишу Shift, после чего зажимаем стрелку вправо и держим ее. У нас пошел вот так выбор текста, и здесь нужно очень внимательно следить, когда встретится из комы нами символ, закрывающий угловой скобки. Иначе говоря, символ больше. Держим зажатым Shift и стрелку. Держим, 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 и вот я вижу первую закрывающую скобку. Отпускаю стрелку, и если не совсем вовремя отпустил клавишу, могу с помощью стрелок влево и вправо, все еще держа зажатым Shift, отрегулировать выбор текста. Нам нужен вот такой выбор, чтобы вот так была захвачена следующая закрывающая угловая скобка. Таким образом, получается, мы выбрали все содержимое от вот этой открывающей скобки вплоть до следующей закрывающей. Отлично. Теперь просто нажимаем на Delete и удаляем таким образом выбранную часть. Все. Сохраняем файл, закрываем его, и сразу после его закрытия нам предлагается обновить архив. Обязательно нажимаем на Да, иначе изменения не сохранятся. Закрываем архив. Теперь заменяем ZIP обратно на XLSX. Enter. Здесь нажимаем на Да, и все. Все готово. Откроем опять нашу копию файла Excel, только теперь уже по-обычному в Excel, и что мы видим? Защита была успешно снята. На втором листе мы теперь можем спокойно выбирать другие ячейки, вносить в них изменения и так далее. При этом, по сценарию мы сейчас все это проделывали, чтобы узнать, какие формулы используются в данном отчете. Поэтому выберу, например, вот эту ячейку, и как видим, это никакая не сводная таблица. И значения здесь подтягиваются с помощью функции условной суммы со множеством критериев. При этом, что я вижу? В тексте формулы мелькает название листа данные. Мы, однако, этого листа в списке вот здесь не видим, и, следовательно, его наверняка от нас скрыли. Попробуем вывести его. Щелкаю правой кнопкой мышки по одному из имеющихся здесь листов, и что мы видим? Кнопка «Показать», которая служит для выведения скрытых листов, заблокирована. То есть, создатель этого файла также защитил и его структуру, чтобы нельзя было, например, показывать скрытые листы, или также изменять название показанных уже листов. Вот, пытаюсь дважды щелкнуть по названию данного листа, и у нас изменение названия блокируется. Ну и окончательно проверим данное утверждение. Захожу опять во вкладку «Рецензирование», и у нас и вправду, как видим, включена защита структуры книги. Разблокировать ее здесь можно, опять-таки, лишь зная пароль. Вот такой второй вариант защиты книги, защиты ее структуры, и к нему применим уже рассмотренный нами вариант с одной небольшой поправкой. Быстро покажу. Опять закрываю файл, перехожу в папку, в которой он содержится, изменяю формат на zip-архив, открываю его, перехожу в папку Excel, и здесь, вместо того, чтобы идти в папку Worksheets, где у нас хранятся листы, мы в этот раз открываем файл Workbook. Дважды по нему щелкаю, опять открываю в WordPad, и точно так же ищу слово Protect. Вот искомое нами слово, и проделываем опять все то же самое. Выбираем текст от первой скобки перед Workbook Protect, вплоть до первой закрывающей скобки. Вот так. После чего удаляем этот текст. Сохраняем файл, закрываем его, и обновляем архив. Теперь закрываем архив, снова возвращаем Excel-SX, и все готово. Посмотрим. Открываю этот файл Excel, и теперь мы можем как изменять название листов, так и показывать скрытые листы. Вот. Как оказалось, у нас здесь есть вспомогательный лист для выпадающего списка с функцией поиска, и еще один лист с сырыми данными, ссылку на который мы тогда и увидели в формуле. Супер. Вот мы и разобрали подход для простого снятия защиты с листа или структуры рабочей книги Excel. Вывод можно сделать такой. Относитесь к подобной защите листа всегда критически. Ее можно использовать лишь как вариант для уменьшения риска ошибок человеческого характера, если файлом пользуются, например, не особо продвинутые в Excel-пользователи. Использовать же подобную защиту для скрытия, например, важных конфиденциальных данных, например, сырых статистических показателей, ни в коем случае нельзя, так как, как мы и убедились, скрытие подобной защиты занимает в худшем случае минуту-полторы. Вот такое видео на сегодня. Если это видео было полезным, то буду рад лайку и подписке на канал, чтобы мы могли и дальше вместе изучать полезное и интересное. До встречи в следующем видео. Пока.